друзья всех приветствую вы на канале дневник грибника сегодня 9 ноября нахожусь я сейчас вот в таком вот смешанном лесу с большим количеством берез многие из вас наверное слышали про такой гриб как березовая чага именно его сегодня я хочу пособирать ну и показать конечно же вам что это такое как она выглядит эта чага с чем ее можно спутать как ее собирать ну и что вообще с ней делать начну друзья с того с чем чагу новички могут спутать очень часто на березах да и не только на березах на других деревьях можно встретить вот такие вот грибы многие полагают что это вот чага и есть но друзья это не так это не чага это просто обычный трутовик которых очень много видов растут они совершенно на разных деревьях но к чаге он отношения никакого не имеет следующее чем можно спутать чагу это березовый сувель выглядит он вот так вот имеет полукруглую такую форму светлый цвет и может достигать очень больших размеров сейчас здесь экземпляр небольшой но иногда встречаются просто огромные такие наросты что собой представляет сувель если попытаться его там срезать или срубить то внутри он просто как дерево к чаге он никакого отношения не имеет но его тоже используют используют его резчики по дереву мастера дело в том что волокна древесины сувеля между собой как бы свиваются отсюда и название сувель и из-за этого он имеет очень очень большую прочность он очень крепкий и рисунок древесины после обработки очень очень красивый делают из него посуду рукояти для ножей ну и другие какие-то изделия также на березе можно встретить вот такие вот образования вот такие вот наросты тоже полукруглой формы темного цвета это березовый кап он имеет вот такой вот вид на нем много-много мелких таких как бы почек и из этих почек растут веточки друзья вот их видно здесь встречается он не часто не так часто как сувель но с чагой тоже новички могут его вот так вот он выглядит ну а вот друзья и то зачем я сегодня приехал в лес вот она чага и расположена она сейчас на высоте где-то около трех метров бывает что находится она достаточно низко без проблем можно срубить ее топориком но сейчас вот мне попалась она вот так вот высота около трех метров и здесь там она не одна их там вот даже несколько как же ее достать друзья ну выход есть можно просто взять найти какую-нибудь палку какую-нибудь жердину ветку и просто сбить ее вот таких вот четыре кусочка чаги удалось добыть сейчас и с одной причем березы смотрите как она выглядит особенность чаги отличительный это черный цвет такая вот растрескавшаяся поверхность часть чаги которая прилегает непосредственно к дереву она вот такого вот золотисто-коричневого цвета и можно увидеть там такие вот светленькие светленькие прожилки форму чага четкой формы она никакой не имеет двух одинаковых чаг вы никогда не найдете они всегда разные иногда вот такой вот они плоской формы могут быть иногда вот такие вот иногда полукруглые и каждый раз эта форма абсолютно разная здесь вот опять такая же вот плоская чуть изогнутая все отправляем наши находки в рюкзак позже я покажу что с ней делать дальше вот сейчас повезло друзья встретился такой вот хороший экземпляр чаги их он совсем не высоко он на расстоянии от земли около метра вот смотрите такая вот небольшая еще но и уже не мелкая совсем чага и без проблем без труда можно ее собрать всего лишь взять срубить топориком что вообще собой представляет это чага это один из видов многочисленных трутовиков грибов которые растут на деревьях и постепенно они уничтожают это дерево и впоследствии она гибнет сама чага это не плодовое тело это грибница такого гриба как трутовик скошенный эта грибница она просто вышла наружу и образовался такой вот нарост называемый чагой приходилось мне слышать такое мнение что чага попадается очень не часто что никогда вы не найдете двух берез рядом стоящих на которых на обеих будет чага это друзья не так пускай и не часто но ни один раз я уже находил когда на нескольких березах стоящих рядом растет чага в частности сейчас вот тоже я вам это продемонстрирую смотрите вот одна береза с чагой и рядышком буквально в трех метрах еще одна береза и также на ней есть чага смотрите вот она здесь уже конечно она поменьше но тоже есть здесь на березе было какая-то вот повреждение к эта трещина можно заметить это вот она и прям в этой трещине вот и выросла чага вот она для чего вообще чагу собирают может кто то не знает немножко расскажу дело в том что в ее состав входит очень много различных полезных веществ ну и благодаря этому чага является очень целебной но не вся друзья чага полезна вот смотрите нашел березу которая просто усыпана вот множеством этих образований этой чаги смотри с самого низа начиная здесь трещина в березе и смотрите сколько их здесь вот там выше тоже пошла здесь вот такая побольше там вот множество маленьких но братья эту чагу не буду друзья почему смотрите береза это давно уже погибло ее кусок обломался береза это мертвая здесь лежит вот этот обломок на земле уже полу сгнивший на нем тоже есть кусочек чаги и друзья правило такое есть в сборе чаги что собирать ее следует только с живых деревьев только такая чага действительно принесет вам пользу только такая чага целебная мертвое дерево соответственно и чага тоже мертвая расти чага может не только на березах встречается она и на других деревьях смотрите здесь вот дерево ольха и на ней растет чага вот одна вот вторая но друзья тоже собирать я ее не буду потому что именно целебными свойствами обладает только чага растущая на березе очень классная находка друзья посмотрите какая чага она просто огромная но есть небольшая проблемка находится она друзья на высоте метров около пяти не знаю буду сейчас пробовать искать какую-то палку какую-то жердину может быть получится ее сбить 256 тысяч菜 кури Brps ну вот какой кусок чаги удалось добыть посмотрите друзья на размер смотрите какая огромная форма такая интересная как рок какой-то носорога прилично так весит но она внутри смотрите какая пустотелая такая да иногда такое попадается но ничего не самый конечно огромный размер какой бывает бывает и побольше но очень очень хороший экземпляр опять вот попалась чага хорошенькая и не высоко можно такую легко собрать 1 вот повыше такая а в самом низу смотрите чага поменьше и там вот в трещине она только начала еще образовываться вот эту вот небольшую я пожалуй брать не буду оставлю ее она еще вырастет а потом ее соберу когда не когда будет это нужно ну а вот эту вот пожалуй я возьму тоже небольшая но вполне неплохой экземплярчик что еще хочу сказать пару слов скажу о том когда вообще ее следует собирать эту чагу друзья чагу собирать можно круглый год она полезна всегда и зимой и летом в любое время года можно заниматься ее сбором но рекомендуется собирать все таки ее либо поздней осенью либо зимой почему потому что листья с деревьев все осыпались и чагу тогда легче заметить часто она растет высоковато все таки они вот так вот внизу и приходится смотреть из-за того что кроны деревьев в листьях ее бывает трудновато заметить а сейчас вот листьев нет и света больше проникает в лес и не составляет труда ее найти увидел издалека на березе несколько таких вот больших сувелей решил подойти посмотреть здесь один и здесь вот еще два а прямо между ними смотрите растет чага вот она вот это вот чага правда она небольшая вот она черная и даже вот на самом сувеле я вижу немножко есть но интересно такого я еще не видел друзья интересная находка брать ее не буду она маленькая то это чага между этими сувелями поэтому пускай она остается здесь еще я сейчас по пути очень много мелких чаг видел но оставил брать не буду а вот эту пожалуй я возьму смотрите друзья здесь такая тройная 3 ствола таких вот рядышком березы и на одной из них он там чага и неплохой довольно экземпляр его пожалуй я возьму ну вот друзья смотрите какой кусочек попался ну достаточно приличного такого размера смотрите хороший экземпляр и друзья пожалуй на сегодня это будет последний кусочек чаги больше мне ее не надо дело в том что запасаться ею прям на долгие годы не стоит я собираю чагу например вот максимум чтобы мне хватило ее на год не больше потому что дальше она уже начинает терять свои полезные свойства если вы ее нашли и она вам не нужна эта чага лучше вы ее оставьте она никуда не денется а когда она будет нужна вам тогда пришли взяли ее и все при желании я мог сегодня насобирать ее просто огромное какое-то количество но мне сейчас столько и не надо беру столько сколько мне нужно все последний кусок но с вами я друзья еще не прощаюсь сейчас буду дальше показывать вам что же делать дальше с этой чагой вот в такое место приехал друзья здесь такой вот навес классный сделан стол лавочки будем здесь заниматься дальнейшей нашей обработкой чаги что же мы там сегодня насобирали сейчас посмотрим для начала ну вот друзья вот он наш сегодняшний такой вот улов чаги были всякие экземпляры сегодня я вам показывал и побольше и поменьше что какова теперь наша задача теперь надо ее обработать друзья что будем делать первое что это немножко очистить вот эту вот черную верхнюю часть есть как бы мнение что вот это вот черная верхняя часть чаги она тоже полезна возможно конечно это и так но я всегда ее счищаю немножко обрезаю она легко пока чага свежая срезаются ножом вот там различный мусор грязь пыль зачем это нам использовать мы ее обскребем по обрезаем немножко и плюс еще следующее что будем делать вот эта часть которая прилегает к дереву иногда она вот здесь вот например хорошая она твердая плотная сразу здесь обрезать ничего не нужно а вот на этой чаги видите она светлая такая вот белая и она мягкая рукой прям нажимаешь она как губка и вот эту вот мягкую часть тоже нужно по обрезать берем в руки кусочек чаги и просто начинаем вот эту черную часть с большего вот так вот обрезать и то что я говорил вот эта вот часть которая прилегала к дереву если она мягкая вот тот тоже его обрезаем пока она не станет плотной ну вот чагу я обработал теперь выглядит она вот так вот лучше всего очистку этой чаги проводить конечно же в лесу потому что дома это все вы замусорите себе квартиру в лесу сердце сел спокойно вот очистил и мусор весь останется здесь что дальше дальше наша задача нужно ее измельчить можно использовать для этого топор нож кому как удобно здесь уже как хотите я люблю мне понравилось делать это вот с помощью такой вот пилы попробовал недавно в первый раз и оказалось очень хороший способ ну что берем пилу берем кусочек чаги и режем его ну я бы рекомендовал бы прежде чем резать подложить что-то чтобы сохранить вот эту вот опилки от чаги ну ценный все-таки продукт зачем как говорится его переводить если можно его использовать и все она очень хорошо пилится дальше когда вы нарезали чагу примерно вот на такого размера кусочки уже можно ее резать ножом она легко уже будет резаться вот так вот либо такими вот таким вот образом либо вот так как-то делается это не сложно ну и вот что у нас получилось вот такое количество чаги сегодня я собрал вот так вот я ее измельчил примерно вот такого размера кусочки смотрите где-то сантиметра три-четыре плюс-минус такие вот кусочки также вот мелкая фракция которая осталась после того как я измельчал чагу я ее тоже как я говорил не выбрасываю вот я ее тоже забрал я тоже ее использую что же дальше с ней делать дальше друзья для дальнейшего хранения нам необходимо ее высушить сушить где и как можно использовать для этого сушилку для овощей и фруктов можно делать это в духовке разницы никакой нет сушу я чагу при температуре где-то около 60 градусов 50-60 примерно так где-то и очень важно ее хорошо высушить друзья если она не досохнет если останется хоть немного влаги она покроется плесенью и испортится и вы просто ее выбросите хранить чагу тоже нужно в каких-то герметично закрытых емкостях ну проще всего лучше всего это делать это обычная трехлитровая банка засыпаете туда ее и плотно крышкой закрываете как же использовать чагу что вообще с делать может кто-то не знает тоже расскажу немножко можно на основе чаги делать какие-то водные настои спиртовые настойки ну я этого никогда не делал опыта в этом у меня нету поэтому ничего по этому поводу сказать не могу ну а самым популярным использованием чаги скажем так это чай делают из нее просто обычный чай заваривают ее сейчас у меня как раз вот вскипела водичка и я заварю чайок из чаги вот это вот мелкая фракция которая у меня осталась после измельчения чаги я засыпаю все закрою пускай заваривается попью сейчас чайку да поеду домой стемнело уже все-таки почти зима день короткий но с вами буду прощаться если что-то я забыл сказать если у кого-то какие-то вопросы пишите в комментариях я всем отвечу кому видео было интересным и полезным ставим пальцы вверх подписываемся на канал всем пока до новых встреч